Допустим, ты хочешь продать что-нибудь ненужное или купить что-нибудь полезное. При этом боишься, что тебя обманут, всё продумываешь, что раз перестраховываешься, но в результате всё равно что-то идёт не так. FunPay поможет просто и безопасно продать или купить игровые предметы или услуги. Субтитры делал DimaTorzok вкрываться в контент и даже при должном упорстве закрывать ветеранскую вихревую арену. Ну а на Капе и в топ-шмоте не отставать от других дамагеров и видавать стабильный, уверенный ДПС. Звучит как-то по РНТВ-шному фантастически, не правда ли? Тем не менее, это всё вполне реально, о чём я подробно расскажу в этом видео. А перед тем как начать, мизерное лирическое отступление. Ибо как и любому реальному билду, этой фантастической твари понадобилось имя. И им, по очень настойчивому желанию главного маньяка-тестировщика, стала Варден Следопыт. Или же Твардопыт. И начнём мы перемалывание косточек Твардопыта, как уже повелось, со шмота. И как всегда, для удобства и упрощения восприятия, я собрал все основные особенности билда в наглядные схемы, ознакомиться с которыми можно в нашей группе в ВК по ссылке в описании. Там вы найдёте и вариант для 160 ЧП, и топ-сборку Твардопыта. Смотрите, качайте, наслаждайтесь. Ну а мы поехали по шмоткам. И тут нас ждут 7 средних частей, и разумеется, 2 лука. Первый сет это знаменитый, уже давно заезженный стаминчиками, Хандинг Рейдж. От него нам нужно тело, 2 любых куска брони и оба лука. Крит, запас сил, урон оружия и никаких проблем с фармом. Сет крафтится и продаётся по адекватным ценам. И также в любой адекватной гильдии вам с ним помогут в обмен на ресурсы или даже бесплатно. Второй сет это более интересный и уже не менее знаменитый Ньюмуна Калит. Им собираем кольца, амулет и 2 оставшиеся шмотки. Крит, пробивание, куча урона от оружия и небольшое удорожание способностей. Но самое главное, Акалит, как и Хандинг Рейдж, тоже крафтовый. Правда, требует для создания аж 9 выученных трейдов. И, соответственно, найти крафтера для него будет немного сложнее. Но даже так это вполне выполнимо и намного проще, чем выбивать. А если с коммуникациями у вас совсем туго, неточённые куски можно отыскать потерпимым ценам ил торгашей. Монстр сет Твардопыта это Стормфист. Реген запаса сил и стабильный урон на дистанции делают его актуальным даже в топ-сборках. Поэтому я бы рекомендовал на нём не экономить и сразу собирать наверняка. Средний и желательно на Мондус. Благо это не тяжело, ибо голова выбивается в ветеранском острове бурь с последнего босса, а плечо продаётся за ключи у Глириана в анклаве неустрашимых. Теперь же о зачарованиях и трейтах. С бронёй всё очень просто, всё на запас сил и дивайн, кроме тела. Его рекомендую зачарить на здоровье, и чуть позже я объясню зачем. Бижутерия на урон от оружия и запас сил, а один любой кусок желательно сделать на блудсёсити. Лук основной панели со снайпом, абсорб стамина и крит, а на доп панели вип дэмэдж и инфьюз. По составу шмоток в сетах, вполне можно поиграться и собрать другими кусками. Однако Нью Муна Калит всё же рекомендую осилить бижутерией, ибо этот сет тоже актуален даже на высоких уровнях, и скорее всего останется с вами надолго. А как показывает практика, выбивать куски брони намного проще, чем ту же бижутерию. Суммарно же, по шмоту, сборка получается очень доступной и не требующей специфического контента. Суета, ресурсы, деньги, но не более. Теперь же пару слов о том, почему снова Варден. Мы попробовали много разных вариантов, но именно он, на мой взгляд, на данный момент имеет самое приятное сочетание ништяков. А это медведь, вносящий отличный урон, и целая пачка бафов-дебафов. Мажор Бруталити, 10% здоровья, реген стамины и снятие вредных эффектов одним только нэтчем, единственный вечно висящий минор Берсерк, не требующий ничего кроме слота, минор Вулнерабилити у мух, и массовый мажор Фрактуру Жуков, уничтожающий резисты врагов, и просто шикарный отхил здоровья и ресурсов. Все это не смогло оставить меня равнодушным. Видать, Варден совсем не хочет меня отпускать. А мы переходим к параметрам персонажа. И тут кроются незначительные на вид, но очень важные нюансы. Мундус Тень на крит урон. Статы мы раскладываем 18 в здоровье и 46 в запас сил. А наша еда это с суп с соленым рисом лавовая нога. Да, она совсем не дает здоровья, зато перекрывает это наглухо количеством стамины и ее регеном, умножаемым другими параметрами и бафами, и позволяющим даже на 160 уровне вообще не просыхать по ресурсам. А этим может похвастаться далеко не каждый билд, а скорее очень редкий. И соответственно, не имея еду на здоровье, нам приходится добирать его в других местах. И тут вспоминаем заботливо зашкеренную тысячу на броне, 18 очков в статах и плавно переходим к расе. Лучшим вариантом, позволяющим соблюсти баланс, тут будет довольно неожиданно имперец. 2000 здоровья, 2000 стамины, реген всего и вся при прямом уроне и уменьшение стоимости способностей, практически нивелирующий пакостный стат Ньюмуна Калита. В такой сборке с этой расой и едой на 160 ЧП уровне наш персонаж в любой боевой ситуации под одним только Нетчем будет иметь следующие параметры. 17500 здоровья, почти 30 стамины, 3700 урона от оружия, больше 50% крита и немыслимые и крайне кайфовые 1800 регеностамины. И это, повторюсь, 160 уровень и один Нетч без банок и учёта того, что он регенит сам. Отличные параметры и тотальный комфорт в большинстве игровых ситуаций. У вас всегда хватит ресурсов и на урон, и на увороты, и на блок. Если же имперского издания у вас нет, и имперец соответственно недоступен, вполне можно собрать билд и на другой расе. Как по мне, лучшим после имперца будет Орк, а за ним классический Редгард и Лесной Эльф. Однако, на них логичнее использовать обычную еду, вроде Трона Камарана, а статы вкидывать в стамину. Будет тоже играбельно, возможно даже более дамажно, но точно менее комфортно. Реген стамины просядет примерно до 1500. Но заканчивая тему параметров, немного о чемпионке. Она плюс-минус стандартная для любого стамина класса и наглядно показана на схемах. Подробнее останавливаться даже не вижу смысла. Развитие же ее после 160 ЧП можно посмотреть на соседнем изображении с раскладкой на 810 уровень. Переходим к навыкам. Первая ветка и главная фишка Вардена это животные спутники. И тут нам будет полезно абсолютно все. Поехали по порядку. Ульта ветки и наша визитная карточка Мишаня. Жирный, наглый, часто мешающий, но очень приятно дамажащий пет, бьющий сильным навыком за копеечные 76 единиц ульты. При этом навык еще и является добивалкой, нанося больше урона целям при смерти. В общем, мохнатый всегда с нами, и в физическом морфе стабильно набивает когтистыми лещами свои 3-4 тысячи ДПСа. Дальше у нас навыки обычные, и пойду я по ним с конца, с пассивок. Ибо они, кроме регена ресурсов, ульты и урона, имеют два очень интересных свойства. Первая пассивка исцеляет нас каждый раз, когда заканчивается действие навыка из этой ветки. А в соседней зеленой есть еще более интересная последняя пассивка, дающая нам при любом исцелении баф на 10% здоровья. Суммируем, запоминаем и возвращаемся к звериной ветке. Итак, первый навык – спам крылатого наездника с хорошим уроном. Морф, разумеется, стаминный. И да, скальник считается животным спутником, и соответственно, каждый раз при активации, помимо отличного урона, отхиливает нас на 1-2 тысячи и вешает на нас баф на здоровье. Это же отхил! Итого, мы спамим уроном, отхиливаемся и получаем вечный баф одновременно. Одной кнопкой. И в этом весь Варден. Все его навыки так или иначе взаимодействуют друг с другом. Конкретно сам навык наездника на постоянной основе нам не особо-то и нужен, но он может очень пригодиться в ситуациях, когда нужно наносить урон, двигаться и выживать одновременно, в различных соло-побегушках или на той же Майл Шторм-арене. Дальше у нас по списку Жуки. И их пользу недооценить тоже проблематично. Отличный массовый урон и полноценный дебаф на резисты. Немного мешает разве что паузы перед использованием, но к ней быстро привыкаешь и ротации она не помеха. Следом за Жуками не менее полезные мухи во все том же стаминном морфе. Дот с отличным уроном, вешающий дебаф минор вулнерабилити, увеличивающий получаемой целью урон. Просто мастхэв и очередная приятность Хранителя. Дальше у нас, пожалуй, самая вкусная часть этой ветки Супер Нэтч. Бессмертная медуза, летающая вокруг нас, дающая баф на урон, регенищая нам стамину и периодически снимающая с ни нас дебафы. Ну и конечно же, она тоже считается спутником, подхиливает нас при перепризыве, что снова обновляет баф на здоровье. И так как Нэтч постоянно с нами, баф на здоровье соответственно тоже. Последний навык по порядку, но не по значению, это Крылышки. При активации ненадолго увеличивают скорость передвижения, а в фиолетовом морфе дает вечный минор Берсерк, увеличивающий наш урон на 8%, просто находясь на панели. И это, насколько я знаю, теперь уникальная фишка, которую другим классом хорошо так перелопатили. Ну а мы переходим к ветке отхила. Тут нам нужен лотус и все пассивки. Лотус это отхил при нанесении урона обычными или усиленными атаками. Постоянно носить особого смысла нет, а вот в сложных моментах вроде той же арены снова может очень помочь. В ледяной ветке стоит взять третью пассивку, остальное по желанию. Дальше наша единственная оружейная ветка стрельба из лука. Один из основных столпов нашего урона снайп в морфе Леттл Эрроу. Дождь и стрел в морфе Ароу Бердж, урон нам более предпочтителен и лучше вписывается в ротацию, эсид спрей и, разумеется, все пассивки. Доспехи. Тут нас интересует только средняя броня и все пассивки, кроме разве что скрытности. Оно, как всегда, по желанию. Далее у нас вампиризм. Да, снова вампир, ибо его пассивка на 10% регена ресурсов особенно полезна нам, разгоняющим это свойство. Следующая ветка неожиданно магия душ. И в ней нам нужен переработанный и реально приятный дот консуминг трап. Морф на урон и отхил ресурсов. Дальше, гильдия бойцов. В ней нам нужна только пассивка на генерацию ульты от убийства нечисти. Однако в данжах, где таковой много, может оказаться полезным еще и арбалет в массовом морфе с пассивками на урон. Из боевых веток нам нужен только вегор, как основной отхил стаминчиков. Морф, разумеется, массовый. Расовые пассивки, конечно же, все, но в ремесленных, как и всем, нам нужно увеличение длительности выпитых зелий, ибо под зельем для максимизации урона мы должны быть всегда. Но с навыками на этом все. Переходим к практике, как это все играется и зачем вообще нужно. Итак, классическая раскладка моих навыков выглядит так. На основной панели нэч, жуки, крылышки, снайп, спрей и, конечно же, мишка. Причем, не смотрите, что спрей и снайп у меня стоят в конце. Эти позиции продублированы на боковые кнопки мышки и являются самыми используемыми. На второй панели вегор, ароу бередж, снова крылышки, мухи и соултрап. И снова мишаня, куда же без него. В общем, в таком раскладе бегать комфортно в большинстве игровых ситуаций, а для совсем, что поржет, можно вытаскивать на панель лотусы скальника. Теперь же поговорим о том, как это играется. Рассматривать будем на примере все тех же 160 чемпионских поинтов. В соло-побегушках и исследовании мира проблем вообще никаких. Мобы умирают с одного снайпа и парой обычных тычек, если не критануло. А если этого не хватило, медведь доест без лишних телодвижений с нашей стороны. Ну а пачки вражин прекрасно окучиваются жуками и парой-тройкой спреев в толпу. Главное всегда держать активным Нэтча и не заигрываться. Задница у нас конечно дерзкая, но все же по ДДшному худоватая. В подземельях на перебежках все то же самое. Нэтч, жуки, ароу-бередж и спреи. На целях побольше акцентируем внимание, заливая нашими дотами и снайпами, впихивая между навыками как можно больше лайт-атак. В общем, вроде типичный пиу-пиу робин гуд. Стараемся наносить урон врагам, не получать его самим, а на пачках мобов всегда держим дебаф жуков, ибо танк далеко не всегда успевает прогреть всех, и жуки существенно ускоряют процесс убиения. Ну а на боссах, каким бы простым не был этот лучник, все же понадобится опыт и правильная ротация, иначе красивых циферок урона и восторженных отзывов союзников точно не видать. Как я уже говорил ранее, на 160-м чемпионском уровне из твардопыта предложенной сноровки спокойно можно выдавить 25 тысяч ДПСа на трехмиллионной кукле. При этом стамины хватает с большим запасом. Сама же ротация по себе вполне классическая. Наша задача держать на себе постоянно баф нэтча и банок выпан пауэр. На враге же нужно поддерживать доты соултрап, мух и ароу бередж, а пока они работают спамить жуками и снайпами. Также по откату разряжать медведя и при всем этом стараться между всеми навыками вставлять лайт-атаки. Медленно и подробно это выглядит примерно так. Бафаемся нэтчем и банкой, перекидываем панель и поехали. Лайт-атака, ароу бередж, мухи, соултрап, свап панели, жуки, два снайпа, жуки, два снайпа, и пошли по новой. Нэтча держим по откату, ульту медведя тоже сливаем сразу как появляется. Ароу спрей использовать в ротации особого смысла нет, его основное предназначение толпы мелочи, а не единичная цель. Теперь же о очень важном нюансе. Сама ротация 3 дота жуки 2 снайпа, жуки 2 снайпа очень простая, но работать на максимум она будет только если анимации навыков будут прерываться лайт-атаками. В идеале нужно вставлять легкую атаку между каждым использованием скилла. На практике, особенно если ваш пинг не очень хороший, это будет выглядеть так. Вы без перерыва щелкаете левой кнопкой мыши, а параллельно прожимаете навыки в нужном порядке. И если вы научитесь это делать на автомате, вместе со стремительно уменьшающимся ресурсом мыши, также стремительно начнут расти фапательные циферки урона. Однако в любом случае для эффективного нанесения урона ротацию нужно отрабатывать, и делать это надо не только на кукле, но и в боевых условиях. Ибо одно дело выдавать красивый урон и идеальную последовательность на безобидной кукле, а совсем другое делать это в гуще боя, уворачиваясь от оплеух босса, подматы получающих звездилей танков и стоны умирающих хилов. В общем, учиться, учиться и еще раз учиться. И все у вас получится. Ну а у нас, чисто для галочки, в районе 200 ЧП на кукле в этих самых шмотках получилось выдавить из билда 28600 урона. И на том же уровне с небольшими изменениями в навыках и монстр сете пройти ветеранскую Майл Шторм Арену. По скиллам там, как я уже говорил, очень помогают Лотус и Скальный Наездник, а Сторм Фист сет лучше заменить на монстр на резисты. В нашем случае это был Майти Чудан. Итого, даже на 160 уровне, с которым у папиков и дедушек этой игры не принято даже здороваться, твардопыт в доступном фиолетовом шмоте позволяет комфортно чувствовать себя в любой движухе. В соло мобы отлетают от одного взгляда, а в групповом контенте хватает и урона, и живучести ресурсов. Сочетание, которое в Тессо встречается очень нечасто, и создает отличный плацдарм для дальнейшего фарма и развития персонажа. На нем будет комфортно учиться дамажить, выживать и фармить более продвинутые шмотки. И в итоге, вполне можно прийти вот к такому варианту. Реликвин, Дзогвин и все тот же Сторм Фист. В таком сетапе на капе ЧП все той же ротации можно выдавать больше 50 тысяч ДПСа. Стаминой на расстоянии, не просыхая и сохранив все плюсы билда. Очень и очень вкусно, кто бы что ни говорил, и насколько ленивыми нас не называл. Но напоследок пару слов о ПВП. Это конечно тема отдельная, и ее каждый для себя раскрывает самостоятельно. Но скажу, что даже ничего не меняя на панельках, вполне комфортно можно закрывать ежедневный батлграунд, поливая оппонентов снайпами и бегая между точками на почти бесконечной стамине. Ну да что я вам рассказываю, думаю каждому из нас в ПВП прилетала эдакая неожиданная стрела в колено, процентов на 80 хп, быстро заканчивающая наш путь приключений. Так вот этот билд из тех самых. Но подводя итоги, лучник мне самому очень понравился. Я совершенно не фанат дамагеров и привык проводить игровое время за крепкой чешуей брони и пластинами щитов на передовой. Но сам вариант билда с двумя луками мне импонировал довольно давно. И именно Варден снова оказался той самой золотой серединой, позволившей комфортно попытать себя на новом поприще и испытать, так сказать, новые ощущения. Ну и конечно неплохо подогревало интерес, чего уж греха таить, общая нелюбовь к пиу-пиу-билдам и называния робин-гудами всех, у кого в руках виден лук. Сейчас, конечно, сообщество стало сильно лояльнее и лучников, только завидев, обычно в костры не бросают. Однако удовольствия от процесса и колких ситуаций меньше не стало. И я надеюсь, что встав на этот скользкий деревянный путь, вы прежде всего будете учиться. Улучшать свои навыки ведения боя, выживания и грамотного унижения оппонентов. Ибо без приложенных рук и головы твардопыт, скорее всего, обернется для вас тыквой. Как, впрочем, и любое другое серьезное занятие или мастерство. И если вы будете бегать по данжам и спамять одной кнопкой в боссов, вас все так же будут выгонять из групп и всячески притеснять. Для всех остальных же, добро пожаловать в клуб, как нас называют, ленивых непросыхающих лучников. Ну а у меня на этом, пожалуй, на сегодня все. Огромное спасибо вам, что посмотрели это видео. И всем тем, кто принимал прямое или косвенное участие в создании твардопыта. И особенно Гэму Айтериус Сиберия, который кроме бесчисленных тестов и ночевок на арене, еще и пообещал всем вам помощь в становлении ленивым луком. Да-да, можете писать ему, пригласит в гильдию, подскажет, и даже не исключено, что поможет с крафтом Ньюму на Калита. Также не стесняйтесь задавать вопросы и предлагать корректировки в комментариях. Тут, под видео. Читаем все, стараемся отвечать, делаем билд лучше вместе. Ну а брил медведя и никогда не сдавал корешей народу, для вас, как всегда, Штейн. Гайды, гайды, гайды и что-то совсем необычное. Уже совсем скоро. Огромной вам всем удачи. Не болейте, не скучайте. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok